О бесполнении 95-го окружного закона о развитии сельских поселений и не только шла речь на оперативном совещании при губернаторе региона. Населенные пункты округа сейчас находятся на этапе планирования своего будущего. Планы по развитию муниципалитетов должны быть готовы уже к апрелю. Для качественного развития поселений и стабильной работы предприятий нужны соответствующие кадры. Галина Медведева, заместитель губернатора по социальным вопросам, предложила главам включить в программы развития своих муниципалитетов, план по подготовке и переподготовке необходимых им специалистов. Убедительно прошу, чтобы эта информация была не важнее, чем 10-15 февраля, иначе учебное заведение просто-напросто мы не сможем скорректировать для них, если будут необходимые изменения в государственном здании. О выполнении одного из поручений губернатора, касающегося населенных пунктов округа, доложил Олег Белак. Напомню, по итогам поездки в НЕСЬ на прошлой неделе глава региона дал поручение своему заместителю, курирующему агропромышленный комплекс, о проработке вопроса обеспечения жителей округа рыбой, которая вылавливается в прибрежных поселениях. Это касается в первую очередь наваги и корюшки. Накануне руководитель ведомства провел рабочую встречу с председателем Нинницкого рыбак-колхозсоюза Алексеем Детятевым. Разговор оказался конструктивным. В течение первого квартала по зимнику поступит продукция морского лова рыбак-колхозсоюза, причем, как заверил руководитель, по ценам, которые существуют в настоящее время. За прошлый год цена на рыбу выросла на 19%. Поговорили стороны и об отпускной цене продукции. Мы также достигли понимания, что сложившаяся сейчас разница между закупочной ценой в прибрежных поселениях пунктов, а это мы с вами видели, например, в Неси, это 60-80 рублей, где-то 100 рублей за корюшку. И стоимость территории в городе от 250 до 300 рублей, это совершенно экономическая цена, конечно, не обоснована. И, может быть, и должна быть скорректирована в меньшую сторону. Руководитель рыбак-колхозсоюза обещал провести работу по закупке необходимого объема рыбы в сельских населенных пунктах и по доставке ее на прилавки города. Кроме того, сейчас решается вопрос о возможной доставке омуля с Востока округа, чтобы расширить ассортимент продукции Аргуса. Со своей стороны власти региона готовы оказывать необходимую поддержку рыбакам и рыбопереработчикам как по доставке, так и по ее переработке.